Март предупреждает о новом виде мошенничества. Белорусам звонят представители магазинов и сообщают, по результатам акции человеку положен подарок. К примеру, дорогой телефон. Нужно лишь оплатить услуги отправителя и почтовые. При этом в посылке оказывается упаковочная бумага. Долгожданную прохладу, по прогнозам синоптиков, стоит ждать уже в среду. Тем временем, пока жара не отступает. На термометре стабильные плюс 30. Из-за аномального зноя практически по всей стране продолжают действовать запреты и ограничения на посещение лесов. Белшина может заменить на российском рынке японские и французские компании. Как отмечают на заводе, после ухода крупных фирм очень важно занять место в производстве и поставке крупногабаритных шин. Это тот проект, который сейчас и реализует градообразующее предприятие Бобруйска. В Осиповичском районе водитель пытался сбежать после ДТП, в котором погиб пассажир. Житель столицы потерял контроль на закруглении дороги. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево. После чего минчанин скрылся. Его отыскали через два часа. Мужчина был пьян. В городе пять физлиц, которые работают в бьюти-сфере, не платили налоги. Среди услуг парикмахерские, косметические, а также маникюр и педикюр. Бобручан обязали заплатить более 700 рублей. Вся сумма поступила в бюджет.